Руководители 70 российских городов ищут решения общих проблем, а вместе с ними эксперты, архитекторы, региональные и муниципальные власти. Все предложения по развитию территорий, которые будут выработаны на первом форуме для глав городов, руководители администрации смогут представить министру экономического развития России Максиму Орешкину. Ключевые темы – вопросы реализации национальных проектов и устойчивое развитие малых городов. Наталья Хмелева подведет итоги первого дня обсуждений. Вот они наглядные итоги первого дня форума. Несколько часов работы в группах, мозговой штурм и обмен опытом в очень тесной обстановке. За ли яблоку некуда упасть. И в числе недостаток финансирования, отток кадров и состояние инженерной инфраструктуры. Это наиболее больная тема жизнедеятельности города. Транспорт, дороги, сети – это то, с чем приходится сталкиваться ежедневно. Конечно, это лишь часть причин тормозящих формирования комфортной городской среды. Но их решение окажется большим подспорьем, уверены участники. В этом поможет обмен опытом. То главное, для чего сегодня в здании филармонии собрались лидеры более 70 городов. Говорили об инновациях, о городской экономике, инвестициях. Особенное внимание к пространственному развитию. Говоря проще тому, что формирует лицо города. Подспорьем в этом процессе может оказаться статистика. Правда, пока что она далека от совершенства. Очень мало используется так называемых больших данных. То есть это данные мобильных операторов или данные по фискальным чекам, которые показывают фактически траты. И то, что более-менее объективирует те процессы, которые в реальности в городах происходят. Поэтому очень важно изменить подход к сбору муниципальной статистики и тех параметров, которые мы замеряем. Итоги совместной работы в каждой из пяти групп представили на суд экспертом. Дискуссии получились жаркие, ведь говорили о наболевшем. Например, вопрос, как развивать городскую среду, когда, к примеру, текут крыши в школах. Ведь приоритет здесь очевиден. С этим согласился и губернатор Андрей Никитин. Я тоже поддерживаю модельный бюджет. И то, что сейчас 30% по модельному 70% не по модельному. Я, конечно, считаю, что в перспективе надо увеличивать эту долю. Потому что я не понимаю, чем мои школьники хуже школьников в другом регионе. И почему эти затраты нормируются по-разному. В целом формат форума участники оценили продуктивно, интересно и без галстуков. Что же касается выработанных решений, то с их дальнейшей судьбой уже определились. Здесь сейчас предложили формат взаимодействия с агентством стратегических инициатив, с нашим центром городских компетенций, которые готовы будут вместе с экспертным советом ОСИ доработать решения по проблематике каждой из тем. И уже вынести конкретные предложения на федеральный уровень. А уже завтра лучшие решения будут представлены министру экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину. Главный же итог первого дня форума. Участники обменялись опытом и услышали разные способы решения общих для всех проблем. А это значит, сделан как минимум один шаг к тому, чтобы все города-участники стали по-настоящему комфортной средой для жизни. Наталья Хмелева, Галуз Гивандя, Новости, Новгородское областное телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok